Привет. Я вернулась. Просто мне позвонила мама и запорола весь наш с вами эфир. Но я его сохранила. Еще немножко с вами поговорю. Иногда мне очень хватает разговоров. Мама позвонила. Я пью чай, я чего не готовлю. Спасибо. Ой, тебе придется повторить, Ир, свой вопрос, потому что я его не прочла в том эфире. Мы кормим сейчас хилсом, но мы просто брали 10 килограмм огромную упаковку. Вон там, видно, он стоит. Вот, он почти заканчивается. Спасибо. Он почти заканчивается. Да я просто чай пью, я еще жду только еду. Ну, спасибо. Нет, мы с Ильей немало разговариваем. Почему? Просто на какие-то темы... Я с ним не разговариваю. Не знаю. Ну, как-то он... Он и так не особо разговорчив. То есть я его заставляю разговаривать. Нет, мы с ним часто можем беседу вести. Но такие вот философские я обычно веду с кем-то другим. Натуральной едой не кормим. То есть надо выбирать, ты кормишь либо одной едой, либо другой. Вот. Так, моя мама... Я не знаю, будет ли моя мама держать пост. Вряд ли. Какие наиболее эффективные упражнения на поднятие ягодиц? Такой вопрос. Я скажу, что все индивидуально. Надо просто смотреть по себе, потому что на ком-то одни упражнения работают, на ком-то нет. Я для себя как бы вывела в принципе самое эффективное упражнение. Это всегда приседания и жим. Это всегда выпады, причем любые вариации. Со скамьи выпады назад, вперед, в проход. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потому что ремонт в квартирах еще делаются. Доброе утро. Я вешу 73. Так. По поводу сухого корма и корма. Корма специальные есть. Нужно выбирать специализированные дорогие корма. Никакой не KittyCat, не знаю, не Viscos, даже не Royal Canin. И вот, кстати, с Hills мы будем переводить на другой корм, потому что у них... И... Блин, что такое? Сейчас перезайду, ребят. Меня опять звонили. Субтитры создавал DimaTorzok